Хоккей летом. Казалось бы, несовместимые друг с другом понятия, но проведение соревнований в этот период – достаточно обыденное явление. Вот и в Наринмаре сейчас все еще активно используют ледовую арену. Дело в том, что в школе труд работает традиционный летний хоккейный лагерь. И таким образом любителям игры с шайбой продлили спортивный сезон. Хоть это и летний лагерь, но тренировочный процесс здесь такой же серьезный, как и во время учебных занятий. Целый комплекс упражнений, направленных на отработку техник владения шайбой, катания, образков и передач, а также на развитие выносливости и координации. Такая насыщенная тренировка длится полтора часа и проводится каждый день, кроме выходных. Всего в летнем хоккейном лагере занимаются 25 ребят. Это спортсмены двух возрастных групп – младшей 2007-2008 годов рождения и старшей 2003-2004. Все они уже являются участниками выездных соревнований, в том числе престижного всероссийского турнира «Золотая шайба». Одна из главных задач спортивного лагеря – как раз-таки полноценная подготовка хоккеистов к важным статусным состязаниям. Больше всего все-таки что нравится? Именно отрабатывать финты и элементы какие-то или уже именно двухсторонку участвовать в игре в самой? Ну, больше, скорее всего, нравится отрабатывать, потому что, ну, ты отрабатываешь всю технику, как бы стараешься нас с собой, чтобы показать тебя, когда мы летаем на соревнованиях. Страха нет никогда никакого, да, то, что шайба может попасть вообще, то, что соперник может встретить, да, жестко? Да нет, нету, потому что мы же защитниками, ничего бояться. Наша задача – заинтересовать детей, чтобы они в дальнейшем играли в хоккей. Ну, хоккей – такой интересный вид спорта. И не каждому дано играть в хоккей, а кто приходит, те ребята, в основном, на 99% у нас остаются, так как им нравится этот вид спорта. Ярославу Шамилайтюсу 14 лет, 8 из которых он занимается хоккеем. Признается, в первую очередь нравится жесткость и бескомпромиссность этого вида спорта. Его главный ориентир – нападающий питерского СКА Никита Гусев. Некоторые ценные навыки Ярослав приобрел, наблюдая именно за игрой известного российского хоккеиста. Чем тебе конкретно его игра нравится, да, может быть? Его гадание, его техничность, он хорошо бросает точно. Какие-то уже элементы повторял, может быть, за Никита Финтыева? У него очень гибкий, и когда он катится, у него спина сильно прогибается. Ну, наклон хороший, вот я стараюсь так же кататься. Впрочем, одним лишь хоккеем занятия в летнем лагере не ограничиваются. Для полноценного спортивного развития раз в неделю ребята посещают бассейн. И это далеко не все. Также мы выезжаем в спортзал в район Факева, где мы играем в футбол, в спортивные игры, в футбол. Очень понравился ребятам, когда мы были в Сириусе на смене. Часто играли в форбол на специальных площадках, приобрели за это время себе клюшки, спортинвентарь, подходящий для игры в форбол. И также выезжаем, играем в форбол, баскетбол, волейбол, футбол. Работа летнего хоккейного лагеря продлится до 30 июня. Затем ребята два месяца будут отдыхать от любимого вида спорта. Но осенью вернутся на родной лед и приступят к тренировкам уже в рамках нового сезона. Иван Кутеников, Александр Дуркин, Телеканал Север.